Все работы по реновации площади Ленина и дальнейшему уходу за молодыми елями легли на предприятии «Коммунальник». Сегодня после пересадки 26 елочек сорта «Хупсия» находятся под неусыпным контролем специалистов предприятия. Сейчас самое основное – это наблюдать за их состоянием, что мы в принципе и делаем еженедельно. Проводим визуальные осмотры на то, сколько влаги, достаточно ли влаги нашим елочкам, как они себя чувствуют, какой у них годовой прирост, все ли соответствует норме. Зеленые новоселы чувствуют себя прекрасно. За два месяца елочке дали прирост порядка 20 сантиметров. Это считается хорошим показателем. К тому же перед посадкой «Хупсиям» создали уникальную систему не только внутреннего полива, но и дренажа. Сейчас идет интенсивный прирост его. Как мы видим, некоторые приросты молодые достигают уже 30 сантиметров, что свидетельствует, что они благополучно перенесли посадку и юнскую жару. Смотрим сейчас контроль влажности, потому что лето, соответственно, жара, а елям на данном периоде очень важен вопрос полива, влажности, чтобы было, влажность почвы, чтобы их не засушить. На площади Ленина заменили 26 елей. Еще четыре деревца сейчас находятся в коммунальнике. Это запас на экстренный случай. Впереди непростой осенне-зимний период, и специалистам предстоит пережить его с елочками в прямом и переносном смысле. В осенне-зимний период они уходят на покой. Где-то в октябре месяце, соответственно, в пресвольные круги мы замульчируем торфом, который по осени заделается немножко, и все, и будем контролировать до весны. А весной уже будем наблюдать за почками, которые уже на молодых приростах появляются. Визуально сегодня площадь Ленина выглядит явно помолодевшей. Редкий случай, когда решение снести старые деревья не вызвали у горожан и жителей близлежащих домов резкой критики и недовольства. Смена зеленого убранства назрела уже давно. Еле старожилы не только утратили эстетический вид, но и были больны. Еле были старые, не было даже света. Даже вот пришлось рассмотреть, потому что не видно даже было костела. А сейчас нам обозрение костел, нам видно. Вот, и они маленькие, аккуратные, красивые. Много света, простора стало больше. У меня окна выходят, и загораживали солнце, и не было такой видимости, как сейчас. Все как на ладони. Кто идет, и прочее. То есть спокойнее вроде было. А эти мне нравятся, почему? Потому что они очень хорошо посажены, вроде как украшают площадь. Ну, короче, то, что сделали, значит лучше. Наверное, надо, надо. Куда деваться? Все мы стареем, уходим. Так и им на покой надо, я так думаю. А, в общем, красиво, чисто, конечно. Все это очень нравится. Брест, говорят, самый красивый город Белоруссии. Сегодня обновленный вид центральной площади гармонично вписался в историческую часть города над Бугом. И это еще раз подтверждает любимое выражение горожан, что лучше Бреста нету места. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БугТВ.